ПЛАКИДА И за это Господь не оставил своего угодника во мраке идолопоклонства. Однажды на охоте Плакида преследовал оленя. Животное, вдруг остановившись, повернулось к нему и увидел Плакида меж рогами его крест сияющий, а на нем распятого Сына Божья. «Зачем ты гонишь меня?» – услышал глаз пораженной Плакида. «Кто ты, Господи, говорящий со мною?» «Я Иисус Христос, Бог, воплотившийся ради спасения людей и претерпевший вольные страдания и крестную смерть. Ты меня, не зная, почитаешь, ибо Твои добрые дела и обильные милостыни дошли до меня. Явился я здесь, чтобы обратить и присоединить Тебя к верным рабам моим, ибо не хочу я, чтобы человек, творящий праведные дела, погиб в сетях вражиях». «Господи!» – воскликнул Плакида. «Я верую, что Ты, Бог неба и земли, творит всех тварей. Молю Тебя, Господи, научи меня, что мне делать». И вновь прозвучал божественный глаз. «Иди к священнику христианскому, приими от него крещение, и он оставит Тебя ко спасению». Вернувшись, окрыленный домой, он рассказал обо всем случившемся жене. И та в ответ поведала ему о таинственном сновидении, в коем кто-то сказал ей, «Ты, Твой муж и Твои сыновья, завтра придете ко мне и познаете меня, Иисуса Христа, истинного Бога, посылающего спасение любящим меня». Супруги поступили, как им было велено. Они приняли всей семьей крещение, а на следующий день Евстафий вернулся на то самое место, где возблагодарил Господа, призвавшего его на путь спасения. И вновь он был удостоен чудесного откровения от самого Бога. «Евстафий, подобает Тебе на деле проявить Твою веру. Тебе, как Иову, предстоит претерпеть многие скорби, чтобы, будучи искушенным, подобно золоту в горниле, явиться достойным меня и принять венец из рук моих». Святой Евстафий смиренно отвечал, «Да будет воля Твоя, Господи, все готов я принять из рук Твоих с благодарением, только бы Твоя всесильная помощь была со мной». И воистину обрушились вскоре на Евстафия страшные бедствия. Первыми померли у него все слуги и скот. Оставшись нищим, он в путешествии потерял супругу свою, кое украл у него капитан корабля. А после дикие хищники утащили его сыновей. Потеряв все, горько плакал Евстафий. Но не отчаялся многострадалец, ибо понимал, что это Господь испытывает его терпение и преданность, а посему стал он уповать на волю Божию. И надежды его оправдались. Ведь жена его была сохранена чистой и неприкосновенной. Сыновья его были спасены из лап зверей, и все они жили неподалеку друг от друга. И когда вернулся Евстафий в Рим, чтобы возглавить армию римскую, по проведению Божьему семья вновь соединилась. Но не закончились носим испытания веры для этих христиан. Новый император Адриан всю семью Евстафия приказал мучить, а затем сжечь их в раскаленном медном быке, за отказ почитать вместо Христа Спасителя богов римских. Так восприняли мученические венцы великомученик Евстафий, супруга его Феопистия и чадо Агапи и Феопист, чью память Святая Церковь свершает сегодня, 3 октября. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok